С победой! За счет чего вы сегодня смогли победить? Как вы воспользуетесь этими длинными выходными, чтобы провести больше тренировок или еще как-то? Нет, у нас две тренировки в неделю, я думаю, мы ничего менять не будем. Будем тренироваться два раза в неделю, может кто-то будет индивидуально тренироваться, но к плей-оффу, конечно, мы подойдем в боевой готовности, то есть мы будем работать, будем стараться, то есть это уже совсем другой результат, другая мотивация, поэтому мы будем готовы. Как вы, в общем, оцените выступление команды вашей в регулярке? В принципе, в общем, хорошо, да, были игры, где мы не смогли показать себя, на что мы способны, но в первую очередь две игры, которые мы проиграли, отсутствовал тренер, я думаю, это 50% поражения. А так, в принципе, да, бывают и падения, бывают и хорошие моменты, но в целом мы показываем хорошую игру, у нас хороший процент попадания, как трехочковых, так и средних. У нас очень хороший подбор, у нас очень мощные и большие, поэтому мы этим пользуемся сполна, от этого и результат. Что можете сказать по поводу сегодняшнего матча? Хороший матч получился, мы рассчитывали дать бой в команде пингвинов, собственно говоря, с задачей справиться, две четверти мы держались примерно равное, уже не хватило игроков, у нас не было, можно сказать, образующего игрока Остапенька. Не было Фила, Якубенко, который передал бы нам скорости, и за счет этого мы не смогли поддержаться дольше двух четвертей, пропустили много в защите, ну, не смогли свои реализовать. А так все хорошо, мы хорошо поиграли. Этот матч был очень важен для обеих команд, при победе пингвинов они занимали третье место и обходили вас, при вашей победе вы бы занимали второе место. И в отсутствии ключевых игроков, как вы настраивались на эту игру? Мы сразу знали, что у нас не будет многих игроков, поэтому этот матч для нас был больше потренировать комбинации, потренировать свои какие-нибудь там движения, которые мы применяем. На победу мы не рассчитывали, в принципе, мы предполагали, что у нас обыграют. И, ну, по-моему, в принципе, у нас не будет решение, что каждая команда у нас в сезоне может дать поручение отбора. И, конечно, у нас тут обманутся. Александр, добрый день. Мне сказали, что вы дебютировали за Серебрянку. Про опт. Дебютировал после непродолжительного пятилетнего перерыва. Ну, так совпали обстоятельства. Спасибо ребятам, что не забывают. Очень старался не испортить, поэтому много портил. Но я буду работать над этим, и я надеюсь, что... То есть это не единственная, не единичная игра сегодня за Серебрянку была? Завтра посмотрим. Ну, в общем, надеюсь, что да, конечно. Все хорошо, все. А где тренер? Где Шерипов? Тренер руководит, используя современные технологии по скайпу, по интернету. Опробуем новые методики, поэтому не все так проще. А, и немножко пару слов по игре. Чего ожидали от Прометея? Прометея в прошлом году взял чемпионство Серебрянки, украл, можно сказать. Чемпионство взял, немножко другим составом. Знали, что состав поменялся, поэтому готовились играть в свою игру и нейтрализовать сильные стороны соперника. В общем, это получилось. Главного снайпера закрыли. А команды... игрой команды вы довольны? Честно говоря, доволен. Мне нравится, как команда смотрится в этом году. Со стороны тоже был доволен. Изнутри тоже выглядит хорошо. Весело, бодренько, поэтому... Надеемся, что так же будет и дальше. Удачи в плей-офф! Субтитры сделал DimaTorzok